Всем привет! Мы сегодня поговорим про отношения, про турков, будем говорить в частности про подарки. Это, кстати, не редкая тема. Очень часто я уже снимала, и многие у блогеров есть про подарки родственникам, а что привезти на подарок и так далее. А я сегодня как психолог хочу поговорить немножко о психологической точке этого момента и про менталитет немножко, да, вот здесь пожив, посмотрев, как люди к подаркам относятся, к дарению и так далее. Я хочу что-то подчеркнуть, что я здесь вижу из опыта, и вы просто для себя сделаете выводы, как вам правильно поступать. Я не хочу сказать, что это видеоинструкция к применению, и чтобы вы, например, вот, а блогер рассказывала Галя о том, что так вот не надо или так. Нет, 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 я не говорю, как надо или не надо, я хочу просто на фоне этой информации, чтобы вы сделали свои выводы и решили, как вам комфортно поступать в этой ситуации, как вам кажется правильным себя вести, окей? Первое, про подарки вообще. Я хочу отметить, что здесь, знаете, очень странно к подаркам в Турции относятся. От семьи, конечно, зависит от воспитания, но очень много людей, которые не отмечают дни рождения или не дарят подарков, или дарят какую-то ерунду абсолютно, носки, трусы, ну, условно, да, в кавычках, в прямом смысле, да, неценные какие-то подарки на дни рождения и так далее, неважно там отношения, друзья, подруги, родственники, да, это вообще неважный такой момент. Есть, кто дарит нормально, адекватные подарки, но большинство, очень многие люди, к сожалению, на этом как-то не зацикли, назовем, да, нет такой значимости. При этом, при ухаживаниях мужчина, женщина дарит золото, украшения, ценности, парфюмерию любят, кстати, дарить, парфюмерию, не дешевый тоже подарок, да, очень часто дарят какие-то подарки или материальные, одежду, сумки, там еще что-то, или спрашивают, что ты хочешь, или они идут там на шопинг, он ей оплачивает, что она покупает, ну, это тоже от отношений зависит, ну, это нормально, вот такое материальное, дорогостоящее для женщины, пожалуйста. Например, на дни рождения как-то, это от семьи еще, да, зависит, ну, я правду, братья и сестры как-то поменьше дарят всего-то, или вообще могут не поздравлять с днем рождениями, с подарками. Это, во-первых, от воспитания, от религиозности, от семьи, от культуры в их семье. Очень часто дарят ерунду, реально неценные, ненужные подарки, я вам говорила, поэтому часто передаривают, или да, спасибо, конечно, всегда скажут спасибо за подарок, но пользоваться не будут, куда-то там на полочку положат, или вообще со временем, когда ликвидируют куда-то, или передарят кому-то, чтобы вы об этом не знали. Но, смотрите, при этом, если ты делал комплимент человеку, турчанке, например, или турку о чем-то, очень часто, там, последнее с себя снимут, отдадут и подарят. Такие порывы тоже могут быть. Это элемент такой гостеприимности и показухи. Если мы берем наш менталитет, да, и подарки, если мы берем родственников, в общем, вы знакомитесь, общаетесь, хотите наладить контакты какие-то только с его родителями, братьями и сестрами, первые разы едет, не прям обязательно сам убирает вообще, да, если вы еще не замужем, вы еще в Турции не живете, как-то хотите выстраивать отношения, налаживать мосты. Да, для этого нужны подарки, желательно, просто не говоришь, что это прям 100% надо, но рекомендовано, о вас хорошо подумают, вы к себе расположите 100%, всем будет все приятно. Подарки должны быть недорогие, сразу говорю, да, чтобы это там не золото дорого, а богато, никакая не парфюмерия, косметика элитная или еще что-то такое, ничего этого. Просто элементы внимания какие-то, что там вы уже смотрите, типа, являются сувениры, там, не знаю, шоколадки, конфеты, кстати, наши европейские конфеты, шоколадки, кофе и вся такая прочая история, вот среди моего круга общения турчанками нравится, пользуются с удовольствием. Например, у меня есть родственники и соседи, кто турки в Германии живут, они на Байрамы приезжают два-пару раз в год, как бы на Байрам, там, или там зимой, и они всегда, просто даже соседи, они всегда угощают немецкими конфетами, привозят всякие сладости, кофе, ну, всякое такое, ну, по сути, как и у нас, да, что мы себе с родины привозим какие-то сладости, да, свои. Это здесь, я скажу так, у нас это ценится, скажем, в нашем кругу, или я привезу с России, я всегда привезу какие-то конфеты, или мне прилетают родственники, мама, я всегда всем этим оля делюсь, угощаю, это всем, такой жест, это просто как бы элемент культуры, да, не прям как подарок, а внимание, жест внимания, да, что человек тебе не безразличен, хочет что-то приятное сделать, это вообще супер, вот этот уровень гостеприимства, расположения к себе должен быть с турецкими родственниками, знакомыми. Если мы берем сейчас вопрос молодого человека, что ему дарить, а какие подарки, или мужчинам ничего не надо, это он мне все должен, так тоже не работает, честно скажу, да, мужчина же тоже человек, неважно, турок он или европеец, и неважно, как он там ухаживает, не ухаживает, но ему тоже приятно получать подарки. Тут уже зависит от вашего личного общения с ним, что у вас в отношениях принято, кто как вкладывается, кто что дарит, но я хочу отметить, что 100% мой опыт жизненный, здесь, в Турции, я считаю так, что женщина не должна вкладывать больше в мужчину финансово в какие-то подарки, чем он в нее. То есть ваши вложения, подарки должны быть на равных, или у вас чуть-чуть могут быть попроще, посимволичней. Но ни в коем случае мы не супер обкладываем, а одариваем мужчину. Я не говорю про разбалуются, но вам вообще самое вопрос, каково, просто это не про здоровые отношения, да? Здоровые отношения — это когда на равных, 50 на 50, чтобы никому обидно не было. Если вы уже хотите обложить подарками, вы хотите что сделать на самом деле? Я недостаточно где-то хороша, я хочу задобрить, расположить, сделать человеку приятно, чтобы на самом деле обо мне хорошо подумали, меня приняли, не отвергли. Психологическая подоплека здесь, как правило, вот такая, да? Расположить к себе. Ну, если вы считаете, что вы недостаточно хороши, достойны, то вообще зачем вы в этих отношениях? У вас уже состоит ощущение, что вам надо отдавать больше, чтобы мной заинтересовать. Это неправильно. Вы когда-то столкнетесь с той мыслью, что несправедливо, я больше вкладываю, а где отдача? Вот эти вопросики со временем вам надоест отдавать, вкладывать. Вы захотите какой-то отдачи и обратки. По поводу стоимости подарков. Вот если вам мужчина парфюмерию дарит, то окей, как бы вы тоже можете подарить. О стоимости подарков. Я считаю, что это должно быть символичное, более душевное, что-то ваше в паре объединяет и так далее. Конечно, для взрослого человека фоторамка с вашей фотографией обклеена ракушками с пляжа, когда вы с ним были в отпуске. Ну, такое себе, да? Тоже ценность. Это мило, конечно, приятно. В интерьер что-то. Но надо находить вот эти моменты от человека, зависит от его интересов. Именные какие-то вещи. Вот что-то такое про влюблённость, душевность. Вот эта вся история. Но не про стоимость и супер что-то, чтобы дорогое было. Стоимость — это от того, сколько на вас потратили. Вы столько же в этот подарок, собственно, и вкладываете. В период коня не бежим, не пытаемся перебить ставки и сделать подарок ему подороже. Это всё про то, что я хочу к себе расположить. Это про вашу самооценку на самом деле. Что я вижу в письмах, в историях, в интернете, в письмах в основном часто пишут девчонки, что с кем-то там встречались. Но это, как правило, всякакурортная тема. И когда она потом летит или снова встречается, турок просит у неё привезти водку. Стандартный набор, да? Что там ещё? Парфюмерию в Дьюти Фри купить. Вот это меня вообще прикалывает. Про парфюмерию сейчас вам расскажу, что здесь на самом деле про парфюмерию. Я не знаю, сладости, может, какие-то. Ну, в общем, такой вот набор. Я вам честно скажу. Во-первых, девочки, чтобы вы знали, водка Абсолют продаётся здесь в каждом алкогольном магазине. Купить водку здесь не проблема. Может быть, просто на неё не хочется тратить денег. Алкоголь элитный, там, не знаю, Иксо, Хеннесси, всякая хрень, вот эта прочая, шумушики там любят обиски, это всё здесь продаётся. Это макроцентр, Карфур Гурме, например, водочное дело, и просто в мегросах больших, где есть 5 мегросов, алкоголь, всё это есть на полках. Шампанское, мартини, все это из вина, навалом. Но вот когда говорят, привези это, у меня вопрос, ну, сходи и купи. Как бы. А ну, это говорит о том, что у человека взгляда алкоголем, любит выпить, расслабиться, потусоваться и так далее. Просто платить не хочет, просит вас привезти. Я лично, это мой личный взгляд. Я бы не везла алкоголь на подарок. Я когда-то привезла маленькую бутылку какого-то, типа, аля водка из России. Это друг мужа просил. Но муж мне очень сказал, ну, можешь не везти, но я ему сказала, типа, если не забуду, скажу. Но муж у меня вообще в таком никогда не просил, конечно же. Это у нас вообще, тут надо, иди купи, господи. Русский стандарт здесь даже продаётся, если что. Я своими глазами видела. Парфюмерия. На праздники, на Байраме, вот будет 14 мая, День женщин, 8 марта, Новый год. В парфюмированных магазинах, сетях, типа, Севиль, Сефора, Бойнер, там тоже есть косметика, на сайте у них можете посмотреть. Там всегда есть сезонные скидки, акции на парфюмы. И они по акциям, честно скажу, дешевле сейчас, чем стоимость парфюмерии в России. Я просто в курсе этих всех цен. Я здесь мужу и себе покупаю парфюмерию. Только нишу какую-то я могу заказать у своего парфюмера в России, но в основном здесь есть всё. В Bayman Club, так, кстати, в Bayman Club в сайте или в приложении, там вообще селектива дофига и больше. Там цены очень часто разнятся на золотом яблоке, например, дороже, чем в Bayman Club. Поэтому ввести из дьюти-фри типа парфюма, вот это то, что дьюти-фри, он дешевле и без налогов, нет на самом деле. Уже давным-давно акции и всякие такие предложения интересные. Очень часто дьюти-фри косметика, она дороже выходит по курсу доллара, чем у тебя в стране будет. Раз, два гарантии типа, что это не подделка? Ну, я вас умоляю. В Сифоре, в Bayman Club и всяком Бойнере нет никаких подделок, если на то пошло, если у вас есть сомнения в качестве. Подделки, блин, где на улице продают? Всяких-то этих магазинчиках частных, назовем так, на разлив вот этой стены, конечно, подделки все это, о чем говорить. Вот поэтому парфюмерию можно и здесь купить, алкоголь здесь продается. Если у вас мужчина просит, такой подарок привезти, подзадумайтесь. Вы его послушайте, ну, например, подарите что-то свое, другое, что вы сами придумаете. Вот символичное, именное и так далее, и так далее. Это все очень приятно, классно, это душевно. я не знаю, может, косметика какая-то тоже может быть, если мужчина этим пользуется. Турки любят для волос, всякие гели, профессиональные, укладка, крем для лица. Кстати, у многих ухоженных мужчин в Турции есть крем для лица, они пользуются под глаза и все такое прочее. То, чтобы это было практично, приятно, и зрение, я вам так скажу, турки любят принимать мужчины подарки, никогда не откажутся. Муж скажет, что не надо, но это всегда приятно. Очень часто они, если наглые, скажем так, они об этом попросят, напомнят, скажут, приведи мне что-нибудь, заказ какой-то сделают. И вот про отдачу денег и стоимость, когда говорят, привези мне, я тебе на месте деньги отдам. Как правило, никто ничего не отдает. Очень много таких историй, да, когда, потому что мужчина, который в ТЕ заинтересован, он, в принципе, просить о этом не будет, ему будет неудобно, он побоится от себя оттолкнуть, показаться каким-то не таким, или а-ля там меркантильным, расчетливым. Как правило, редко будет что-то просить. Или какую-то максимум мелочь, которой реально нет там в Турции. Но, честно скажу, по менталитету здесь больше всегда подразумевается, что вы деньги не попросите, потому что, ну, как бы, типа подарок. И это касается очень многих людей, что если подарок, то, конечно, деньги никакие не нужны. Когда вам говорят, купи мне подарок, а я тебе здесь деньги потом за него отдам, ну, можно 50% вероятности, что эта история замнется, вам ничего не попытаются отдать. Или эта тема просто не поднимется, пока вы сами не спросите. То есть об этом надо напомнить, либо вообще ничего не ждать. Очень часто такая история. Так что примите к сведению. И честно скажу, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться, и вы должны дарить подарок ровно такой, такой стоимости, такой душевности вложений, которые считаете для себя приемлемым, чтобы вам было не жалко с этим расстаться, и вы не чувствовали, что вам за это что-то должны. То есть насколько вам приятно, скажем так, от души, от себя это оторвать и подарить. Не больше, не меньше. Все, что экстра и с надрывом и надгибом каким-то, это уже вам в минус, и вам потом в это вылезет всякие мысли, неприятные эмоции, полезут в претензию к партнеру или к человеку, которому вы это дарили. В общем, дарим, знаете, как занимаем деньги. Занимать надо ровно такую сумму, с которой ты готов расстаться, и занимая деньги, понимая, что ты их, скорее всего, можешь не увидеть. Сколько для тебя некритично и не больно оторвать от себя. Так и про подарки точно так же, чтобы не чувствовать потом разочарования. Спасибо за ваше внимание. Я очень надеюсь, что это видео будет популярным. Репостите его, делитесь своими знакомыми, да и в чьих по жизни это очень полезная информация. В инфобоксе под видео моя почта. Кто хочет записаться на персональную консультацию психологическую, милости просим. Тема письма консультация. Кто хочет прислать свою историю для публикации видео историю от анонима, присылайте письма. Тема письма история от анонима. И также в инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь. Спасибо. Всем пока.